Чья биография это и есть история самых смелых и успешных операций нашей разведки. Чужие фамилии, чужая биография. И большая часть невероятных историй из жизни Юрия Дроздова еще долго будет храниться в спецархивах под грифом «Совершенно секретно». Я в каждом из своих контактов, будь это русский, будь это немец, будь это испанец, еще кто-нибудь такой, я всегда в нем видел интересного собеседника. Я никогда никого насильно к себе не привязывал. И в 85 на нем безукоризненный костюм, офицерская выправка и при этом море обаяния. Потомственный военный, отец Дроздова начинал карьеру в царской армии и перешел на сторону красных, Юрий с детства знал, что пойдет по его стопам. В 39-м он поступает в Харьковскую артиллерийскую школу, затем училище, в 45-м лейтенант Дроздов штурмует Берлин. На службу в КГБ он попадает из военного института иностранных языков. Выпускник Дроздов говорил на немецком языке совершенно без акцента. Это текст присяги на верность фюреру. Дроздову пришлось произносить ее, когда представившись бывшим нацистом, бароном фон Хоенштайном, он вербовал сотрудника немецкой разведки из числа поклонников Гитлера. Первая командировка в послевоенную Германию в 57-м году. Он изучает характеры, манеру речи и даже посещает курсы актерского мастерства. В этот же год советская разведка терпит огромную потерю. В Нью-Йорке арестован наш резидент США, агент Марк. Рудольфа Абеля приговаривают к 30 годам тюрьмы. Связаться с центром нет никакой возможности. Адвокаты требуют предоставить их подзащитному право переписываться с семьей. И тогда у Абеля в Германии появляется кузен по имени Юрген Дрифс. Рудольфа Абеля был самый обыкновенный простого конторского служащего. Шел по улице. Я обратил внимание на одно здание. Полуразрушенное. Невосстановленное после войны. Но на железной решетке, окружающей это здание, висела табличка. Адвокат Юрген Дрифс. Ну вот и засело в голове. И когда после возвращения в Бруинский аппарат, мне сказали, что нужно приготовить документы для того, чтобы можно было начинать работать и все проще. Я говорю, ну напиши, сделайте мне документы вот на такого-то человека. В это время над Советским Союзом сбит самолет-шпион, который пилотирует Фрэнсис Пауэрс. После переговоров СССР и США договариваются обменять Пауэрса на Абеля. Для Дроздова-Дрифса эта операция закончится точно так же, как в сцене из кинофильма «Мертвый сезон». На границе между Западным и Восточным Берлином, на мосту Глинке, Юрий Дроздов будет лично встречать изможденного американской тюрьмой бывшего советского резидента. С 64-го по 68-й год Дроздов – резидент внешней разведки КГБ СССР в Китае. В 75-м Центр отправляет его возглавить резидентуру в США. Американцы не спускали из Дроздова глаз, но он всегда был на шаг впереди агентов ЦРУ и ФБР. Иногда, значит, контролируя эти самые активные работы за тобой, ты слышал как-то свой псевдоним, который тебе давали. И знал даже, узнавал потом даже номер машины, которая за тобой следовала и на определенном таком расстоянии. Операция «Шторм-333» войдет в учебники спецслужб всего мира и станет первым шагом к вводу советских войск в Афганистан. Это документы на имя капитана Лебедева. Под этим псевдонимом Юрий Дроздов прибыл в Кабул за несколько дней до штурма дворца Амина, чтобы лично контролировать ход операции. Пришлось командира штурмовых групп собрать в одной комнате и сказать «ребята, обстановка такая». И рассказать всю эту обстановку. Я рассказал, кто против нас, сколько. Каково взаимоотношение общественности. Так превосходство против нас было больше, чем в 10 раз. 27 декабря 1979 года ровно в 19 часов две группы «Зенит» и «Гром» начали штурм. Одетые в афганскую форму советские спецназовцы вели бой против 200 охранников дворца и солдат. Зачищали этаж за этажом. На все про все ушло 43 минуты. В болевом уставе Красной Армии после боев в Сталинграде есть глава. Бой за отдельное взятое каменное здание. И вот все то, что требовалось и предусматривалось этой статьей, я, значит, в работе со своими подчиненными, так и с ребятами из гусульманского батальона, и говорил о том, что вот учитывайте все до мелочи то, что написано здесь. Мы ничего не выдумывали. Мы просто-напросто, по-солдатски, с фитрецой, использовали опыт Великой Отечественной войны. После той афганской операции родилась идея создать спецназ КГБ. Именно Дроздова считают отцом-основателем спецподразделения «Вымпел». Начальником управления С. Комитета госбезопасности СССР, того самого, что готовит и курирует разведчиков-нерегалов, Юрий Дроздов проработал до 91-го года. Вот уже почти 20 лет в отставке, но, как известно, разведчики бывшими не бывают. Окончание Холодной войны не уменьшило ценность разведки, и опыт Юрия Дроздова востребован сегодня. Большинство населения глубоко события не оценивает. Оно живет повседневно беспокойной жизнью, так особенно в первичной трудности и все прочее. И там, где варится вся эта кухня, там придумывают и способы маскировки всего этого. Ну, не зря живет. Дин Шарп написал книгу «198 способов ненасильственных революций». Он пишет книги, в которых рассказывает то, о чем рассказывать уже можно. Но всю правду о моей работе, говорит Дроздов и хитро улыбается, вы не узнаете еще как минимум лет сто. Дмитрий Мельников, Антон Косимович, Александр Боткин. Вести недели.